модель кошек g12 с мягким креплением она должна быть самой массовой но в силу особенности рынка россии таким не является наверное люди выбирают больше более жесткие кошки психологически хотя эта модель с достаточно мощными зубьями с хорошими фирменными пяткой с длинными зубьями поддающих хорошие и можно было хорошо точить можно практически совершить любое восхождение не включая себя только технический класс подойдет она под любой ботинок будь то полностью орантованным с двух сторон не орантованным или орантованные только пяткой иногда ее используют на достаточно мягкий ботинок чтобы когда нужно пройти просто ледник не очень большим набором высоты и с не очень большой технической сложностью регулируется она как весь гривель достаточно просто то есть существует скоба которая держит пятку и мысочек на скобе есть планка которая поднимается и подгоняется регулировка засовывается перед достаточно плотно и засовывается пятка достаточно плотно вот данном случае чуть-чуть переборщили все дальше обхватом продевается переднюю часть с этой стороны в задние крепления аккуратно разворачиваем все и и и и она начинает идти обратным ходом с этой стороны у нас крепление пряжка с обратным ходом вот на жесткий рантованный ботинок по сути мы зажали окошку яркий пример это использование восхождение на эльбрус кошки достаточно легкие весит они от 400 до 500 грамм в разных личных моделях и большинству восходителей альпинистов тяжелее и мощнее кошки не нужны оснащены они антидоте подлипом доказ достаточно качественным очень мягким позволяет не образовываться клубям снега забивая тем самым активную часть кошек кто ходил помнит старые кошки которые набивали снегом и люди пытались там что-то придумывать снимаются достаточно просто и вот в такую компактную вещь они убираются то есть пара кошек практически там в районе 900 грамм экономит ваши силы более тяжелых моделей и вы можете их использовать ну повторюсь на многих маршрутах